здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал оставляйте свои комментарии а также оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня по просьбе моего подписчика я сделаю расклад на кита флинта причина его смерти что я могу сказать по мнению большинства музыкальных критиков представителей шоу-бизнеса группа продидж это самая влиятельная самая величайшая британская группа 90-х годов и кит флинт был участником этой группы кит флинт родился 17 сентября 1969 года что я посмотрела по числу его рождения у него была огромная связь с космосом с природой он мог существовать в гармонии с миром и и он очень нуждался именно в общении с природой с водой так он мог восстанавливаться только находясь вдалеке от суетного мира даже там где есть дикая природа вот то что ему необходимо было и еще он мог он действительно был очень мощной личностью у него был огромный творческий потенциал сейчас я посмотрю что же все таки явилась причиной его смерти первое что я посмотрю это его эмоциональное состояние и причина смерти если вам понадобится индивидуальная консультация по данным видео выход будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап незадолго до смерти какое было эмоциональное состояние у кита флинта его эмоциональное состояние что же все таки явилась причиной его смерти истинная причина его смерти он Продолжение следует... Продолжение следует... Его, возможно, эмоциональное состояние было связано как-то с женщиной. Именно с женщиной, которую, возможно, он любил, который был очень сильно эмоционально привязан. Глубокое погружение в себя в первую очередь. Здесь у королевы Жилзофа закрыты глаза и ноги скрещены. Это даже не говорит о ее закрытости на данный момент. Это идет погружение в себя. По каким-то причинам человек погружается. Однако на заднем плане развергся вулкан. Извержение вулкана происходит. И лава стекает к ногам королевы. Это о чем может говорить? Вот внутри него кипели какие-то страсти, негодования. И это могло быть связано однозначно с женщиной. Это идет как потеря самоконтроля, потеря почвы под ногами. И Кит Флинт все любил делать от души. Он не терпел давления, когда его принуждали в чем-то. Было какое-то долгое раздумие. Но долгое это раздумие привело к ошибочному решению. Его вулкан готов был снести все на своем пути. Дальше мы видим карту Солнца. Это прояснение какой-то ситуации. Вы знаете, как просветление. Он как будто что-то понял для себя. Очень важное. И ведь эти карты Жилзо и Солнца – это карты огня. Внутри него могла быть ярость, внутренний жар. Вот этот внутренний жар, он причинял ему физическое страдание и физическую боль. Вот так я вижу. Он находился, несмотря на то, что, возможно, это было прояснение какой-то ситуации, он находился, знаете, в таком состоянии, как в состоянии агонии. И причина смерти. Первое, что я вижу – это карта влюбленная. Это смерть из-за неразделенной любви. Дальше идет старший аркан. Посмотрите, мощные старшие арканы, влюбленные. Следующий аркан – дурак. И следующий аркан – смерть. Катастрофа планов. И его внутренняя свобода ограничена материальными рамками. Сознание находилось в опасности, в состоянии распада. То есть человек уже был на пороге смерти. Вот знаете, такое вот у него было состояние, что он защитил себя от этого мира уходом, смертью. Мне нужно открыть эту карту для того, чтобы посмотреть, что же все-таки здесь. По всей видимости, у Кита Флинта все-таки была неразделенная любовь и было разочарование. И здесь удивительно выпадает старший аркан император. Мощные старшие арканы. Ну что я могу сказать? Мысль о смерти ему когда-то уже приходила в голову. Однозначно, это был его выбор. Для того, чтобы обрести вот эту свободу, которую он жаждал, он видел это только в смерти. Также здесь, знаете, вот он все пустил на самотек. Он не желает принимать ответственность за свою жизнь. И вообще его никогда не устраивали привычные штампы. Была задета его гордыня. И здесь я вижу, это как навязчивая какая-то идея. Вот я так хочу и так должно быть. Все. Он как будто себя от кого-то защищал, от каких-то нападков, от каких-то претензий. И здесь я опять вижу, как получение каких-то бумаг, каких-то известий важных, что привело. Здесь идет, знаете, вот как нападение на него. Он защищает свое пространство от вторжения. Вот этим поступком добровольного ухода он хотел отстоять свое имущество, свои права, свой выбор, свою точку зрения. И развиваются события очень стремительно, очень, знаете, как сказать, очень внезапно. И вот по «Восьмерке жилзов» это же может быть еще какой-то роман, но не долгий роман, не на всю жизнь. Здесь могу так сказать, у Кита была жена, была женщина, к которой он сильно был привязан. Он ее любил и боготворил. Но происходит между ними разрыв. Разрыв их отношений. И я здесь все-таки вижу, что со стороны женщины мог быть уже выбор в сторону другого мужчины. Его это очень задело и ранило до глубины души. Была задета его гордыня. Вот с одной стороны, то, что я вижу по картам, я не могу сказать, что человек находился совсем в адекватном состоянии. Нет, здесь вот есть такой момент все равно так же одержимости. И вот как будто что-то влияет на его сознание, что-то очень мощное. Он закрывается сам в себе и пытается сделать вызов. Он этим поступком, он считает, что это достаточно смелый поступок именно закончить так жизнь. Он бросает вызов не только своей женщине, он бросает вызов всему миру. Он так решил. И он был не способен принять свою ничтожность. Вот в тот момент он не способен был принять свою ничтожность. А он видел свое ничтожное положение, свое ничтожное состояние. И что мы видим? На карте у старшего аркана дурак связаны руки. Вот возможно, то, что творилось внутри него, он был как будто заключен. Он был как будто зависим. И это, с одной стороны, знаете, как на дурака надевают усмирительную рубашку, чтобы его обуздать. Это был его добровольный уход. Это было его добровольное решение. Но, я вижу, это из-за несчастной, неразделенной любви. И страсти в нем кипели. Но, в большей степени, здесь была задета его гордыня. Вот я вижу это так. Никто его не убивал. Это однозначно. Он сам себе был хозяином. Но он не был хозяином своих каких-то пристрастий. Пристрастий брали над ним верх. Скорее всего, даже, знаете, вот те страсти, которые эмоционально кипели в нем, это разрушающая была энергия. Однозначно. Та энергия, которая была в нем внутри, тот потенциал, в данный момент она его и разрушила. Могу так сказать. Несмотря на то, что он был талантливым человеком, пел и танцевал, но он обладал настолько мощной энергией, он должен был правильно распределять свою энергию. И вот эти вот внутренние ресурсы, которые в нем были тот потенциал, они, к сожалению, пошли на его разрушение. Я вижу в этом раскладе именно вот такую информацию. Можно ли сказать, что эта женщина была виновата? Ну, давайте задам вопрос так. Так, Кит Флинт, вот ту женщину, которую любил, как она себя проявляла по отношению к нему незадолго до его смерти? Она от него ушла, потому что выпадает карта отшельника. Да, она на него, конечно, воздействовала. Она на него имела огромное влияние. И она понимала весь свой потенциал и мощь, и влияние на него. Она понимала. Но она от него ушла. И я также могу сказать, она женщина эмоциональная, свободная, творческая личность. И тем не менее, она достаточно очень мудрая. Внутри себя она целостная натура. Она даже как-то по жизни философски настроена. Да, конечно, она могла на него оказывать огромное влияние. Но в какой-то момент, по всей видимости, она устала быть для него точкой опоры. Ей захотелось какой-то лёгкости, какой-то простоты, какой-то другой философии жизни и двигаться дальше в другом направлении. По всей видимости, здесь даже была какая-то усталость. Она для себя также сделала какие-то выводы. Ну, давайте я ещё задам такой вопрос. Появился ли у этой женщины другой мужчина? Были ли у неё уже другие отношения? Вот здесь идёт первая башня – это разрушение. То есть, она для себя однозначно, окончательно и бесповоротно решила всё разрушить с китом, флинтом. Всё. Здесь, по всей видимости, даже была делёжка имущества. И она была материально заинтересована в имущественных вопросах. Готовился бракоразводный процесс. И она достаточно была жёстко, могу так сказать, даже где-то цинично в этом плане. Да, она пошла уже к новым горизонтам, к новым вершинам. Но вот такого прям… Пока мне информация, во всяком случае, не идёт, чтобы у неё, знаете, на тот момент были какие-то уже серьёзные взаимоотношения с другим человеком. Они были, они не исключено, что они уже были, но в первую очередь она концентрировала своё внимание на каких-то материальных аспектах. Во всяком случае, здесь речь идёт о какой-то тяжбе, бракоразводный какой-то процесс, по всей видимости, был либо готовился. И шла речь о разделе имущества. Ситуация была сложная. Нужно было выйти как-то из этой ситуации. И причём эта ситуация была тяжела как для самого Кита Флинта, так и для его женщины. Вот так я вижу эту информацию. Да, я вижу, что она вообще очень далеко уехала. Я даже вижу так, что вот в том доме, в том месте, где они жили, проживали, она больше не находится. Я вижу её переезд и радикальные перемены в её жизни. У неё однозначно, она очень, знаете, по всей видимости, она долго принимала это решение, и всё-таки она его приняла. Она уехала от него, и причём уехала на очень большое расстояние. И здесь даже, знаете, идёт такой момент, что как будто она в своей жизни получила определённый опыт и пошла дальше. То есть, опять-таки, с определёнными своими целями, задачами по жизни. Она, знаете, здесь даже не концентрируется внимание на том, что эта женщина не ушла от него, потому что у неё появился другой мужчина. Эта женщина поняла, что она переросла их отношения. Те отношения, в которых они были, существовали, больше они её не устраивали. Хорошо, задам вопрос. В чём не устраивал её Кит Флют? Такой талантливый, замечательный человек. В чём он её мог не устраивать? Вот, знаете, здесь на картинке демон. Вот такое впечатление, что он заигрывал с демонами, которые окружали его. И здесь, опять-таки, карта чудовища. Возможно, она видела ту сторону его характера, который люди не видели. Она видела его внутреннего демона, вот это внутреннее чудовище, которое она не захотела принимать. И вы знаете, он не совсем её устраивал в последнее время именно во взаимоотношениях. Не было той гармонии, не было уже той любви, которая была, по всей видимости, поначалу. Вы знаете, да, здесь, скорее всего, ещё речь идёт всё-таки о любви, о чувствах. В какой-то момент она всё-таки его разлюбила. Даже, возможно, она и не любила его так сильно, как был Кит Флинт привязан к этой женщине. Ей постоянно приходилось прилагать какие-то усилия для того, чтобы их союз был в гармоничном состоянии. То есть на неё ложилась большая ответственность. По всей видимости, это была усталость, и она видела его внутренних демонов. Вы знаете, здесь карта Верховная Жрица. Я могу сказать, что всё равно здесь что-то есть тайное, скрытое. По всей видимости, эта женщина поняла, что нет, это не её мужчина. Однозначно нет. Даже она могла обращаться к практикам, к астрологам, к нумерологам, и также она поняла, что нет, им не по пути вместе. Она не сможет больше вывозить эти отношения. Я вижу это так. Но то, что Кит Флинт действительно любил свою женщину, я в этом не сомневаюсь, его женщина в большей степени несла такую, как бы, вот такую ответственность за него, за его любовь, и она очень была мощная сама по себе, но в какой-то момент она устала, и она пошла своей дорогой. Если вам есть к данному раскладу что-то добавить, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.